Ребят, всем привет! Сегодня речь пойдет о том, как перейти на рельсы правильного питания, как изменить свое пищевое поведение, свои пищевые привычки, как изменить свое тело, свою жизнь, ну и в целом, да, вот перейти на такие, на правильные рельсы. В основном, в основном люди прекрасно понимают, что им нужно изменить в своем питании в основном, да, и в образе жизни для того, чтобы изменить уровень здоровья, лучше выглядеть, да, добиться каких-то результатов там в трансформации тела и так далее. И, по сути, каждый вот понимает, да, что вот те вещи, которые мы зачастую потребляем в пищу, да, в основном это различные сахаросодержащие продукты, различные мучные продукты, какая-то кондитерка, вот особенно магазинная кондитерка, да, которая просто является концентратом жиров, трансжиров, углеводов, быстрых углеводов, мальтодекстрина и прочего. И, в принципе, вот мы все это понимаем, да, но зачастую отказаться от этого не получается. А почему не получается? Вот в этом главный вопрос. И вот знаете, я эту вещь сравниваю с бросанием курить. Вот если вдуматься в этот процесс, он очень сильно похож, и ощущение очень сильно похоже, и сам механизм очень похож. Я курил, ну, с самого раннего возраста, даже мне стыдно цифры называть. Это начальная школа еще была, когда мы все начали курить. Вот, и я бросил то, я даже, знаете, сейчас не могу сказать, что я прям вот до конца от этого отказался. У меня как оно, как у большинства курильщиков бывает, вот я год не курю, потом там что-то где-то, снова там побаловался, там побаловался, и снова раз возвращаешься к этой привычке, и через какое-то время снова от нее уходишь, бросаешь. И вот, несмотря на то, что очень долгое время можно без этого обходиться в какой-то один прекрасный момент по каким-то совершенно непонятным причинам, кто-то может в голову снова вернуться, да, и ты снова начинаешь. Ну, к счастью, у меня давно уже этого не было. Надеюсь, что больше никогда и не будет. Вот, ну, очень часто такие ситуации в жизни были, когда я бросаю курить и не куря достаточно долгое время, я возвращался к этой привычке. И вот, говоря о вкусняшках, да, то есть, когда вот вы курите пару десятков лет, а потом начинаете бросать, то механизм примерно следующий. Первую неделю у вас пухнут уши, и все, что может в человеческом организме пухнуть, оно все пухнет. Вы думаете только об этом. Вы ищите разные оправдания для того, чтобы снова покурить. На вторую неделю уже немножко попроще, уже организм начинает адаптироваться, да, понимая, что, вероятно, вот этого вот скоро не будет, куда-то оно делось непонятно, и становится немножко проще. Потом третья неделя проще, месяц уже вроде как, уже есть какие-то вот психологические подвижки, но уже вроде как об этом практически не думаешь. И там месяца два, три, четыре, пять, шесть. Проходит, в принципе, все, об этом забываешь. И здесь как бы все окей. Со сладким и со всеми продуктами, о которых мы с вами говорим, оно происходит примерно так же. То есть, если кто-то из вас думает, что вот зожник, который ест брокколи с куриной грудкой и перловку, он вот каждый день терпит те муки, которые вы терпите на второй день отказа от сладкого, то вы сильно ошибаетесь. Если человек будет терпеть такие муки, которые вы терпите на второй день отказа от сладкого каждый день, он просто сойдет с ума. Это произойдут, я не знаю, непоправимые изменения в нервной системе, просто выгорят все нейроны, и крыша поедет, и вас закроют от психушку. Потому что ни одна сила воли не выдержит каждый день испытывать такие муки, хочу, 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 а ты ему не даешь. Но это каждую секунду борьба с собой, это ни одна психика, я думаю, этого не выдержит. Поэтому, когда вы отказываетесь от каких-то привычных для вас продуктов, и на второй день вы просто вот лежите перед телевизором, и в каждая клетка вашего тела, которая умеет разговаривать, а те, которые не умеют разговаривать, они срочно начинают учиться, и они вам говорят, что иди вот возьми вот тот продукт и съешь, потому что мы к этому привыкли. А вы не даете, и вы лежите такие, думаете, блин, а что вот всю жизнь вот так, ну это же невозможно. На самом деле нет. Все абсолютно то же самое. Как с бросанием курить? То есть организм в целом приспосабливается к тому типу питания, которого вы придерживаетесь. Если вы на кето-диете, значит ваш организм будет получать основную часть энергии из жиров. Если вы на палео-диете, то это будут продукты, которые допустимы в палео-диете. Если на какой-то другой диете, то на другую. Но попробуйте, вот сегодня вы едите непонятно что, а завтра вы перешли на кето полностью. Ну, в лучшем случае у вас просто поболит животик от количества жиров и клетчатки. Абсолютно непривычного рациона для вашего желудочно-кишечного тракта. И вы просто эту идею оставите через какое-то время. И, ну, может быть, уйдете от нее полностью, а может быть, начнете переходить постепенно. Потому что, по сути, тот тип питания, которого вы придерживаетесь, это и полная настройка желудочно-кишечного тракта, и гормонального фона, и чувствительность рецепторов к инсулину в соответствии с тем количеством глюкозы, которые вы получаете, углеводов, которые вы получаете, белка и так далее. Это и симбиотное пищеварение, которое зависит от микрофлоры. Это определенный набор микрофлоры. Это и пищеварительные ферменты, которые выбрасываются в определенных пропорциях, и на что уже железа настроена. Да, то есть это огромный механизм, который заточен вот конкретно под тот тип питания, который вы придерживаетесь. Если вы резко начинаете есть много грецких орехов с листовой зеленью и запивать это все оливковым маслом, оно просто проходит сквозь вас транзитом, потому что организм говорит, ну, как бы, нет, нет, мы вот ели вчера сникерсы, а почему сегодня вот так, мы к этому не привыкли, и мы не можем вот так вот в одну секунду перестроиться. То же самое, в принципе, с потреблением любых продуктов. И когда вы с понедельника становитесь каким-то правильным, условно правильным человеком, зожником, и начинаете питаться, так вам, как вам говорят в роликах на ютубе, то ваш организм не понимает, как получать достаточное количество питательных веществ из тех продуктов, которые вы им и даете. Там и другая чувствительность должна быть рецепторов к инсулину. Там и по-другому должен вести себя желудочно-кишечный тракт, да, другие ферменты, другие бактерии, там и все остальное прочее. Поэтому первоначально, когда вы, ну и психологическая, конечно же, зависимость и чувствительность к инсулину общая, то есть когда вы слезли вдруг с шоколадок и перешли на, не знаю, там морскую капусту, то с самого начала это стресс. И в принципе, вот по моему опыту, да, курильщика с более чем 20-летним стажем, да, который бросил все-таки курить, бросил, потом опять начал, потом опять бросил, в конце концов бросил и не собирается к этому возвращаться. Вот, хотя разные ситуации в жизни, как показывает практика, может там несколько лет не курить, потом какой-то придурок тебе в рот сигарету вставил там на какой-нибудь вечеринке, и ты что-то не понял, как это произошло. Я такой же абсолютно человек, как и вы, как и все окружающие, да, со своими слабостями, со своими заморочками, поэтому я не хочу показаться каким-то суперзожником, который вот крест на всем плохом поставил и больше никогда к этому не вернется. Не зарекайся, как говорят. Вот, поэтому в целом схема, да, ухода от каких-то привычных там сладких, вкусных, мучных продуктов и схема ухода от никотиновой зависимости, она очень схожа. Первая неделя у вас так подпухают уши, но я скажу, что от нехватки никотина они пухли у меня в несколько раз сильнее, чем при отказе от сладкого. Ну, похоже, похоже, да. Вторая неделя это уже попроще. И где-то там через месяц, через два месяца постоянного потребления, скажем так, правильных продуктов, ухода от высокогликемических продуктов, вы к этому привыкаете и ваш организм просто-напросто в определенный момент сдается. Он говорит, все, ладно, я понял, теперь едим так. Во-первых, он настраивается на новый тип питания, он учится эффективно получать калории из тех продуктов, которые вы ему даете, независимо от того, какая у вас диета. И он полностью перестраивается. И вы в один прекрасный момент лежите перед телевизором и ловите себя на мысли, что вы не хотите торт, вы не хотите пряник там или что-то еще, вы просто лежите. Особенно вот если полностью сладкое убрать, да, вот как многие ребята убирают, там в том числе фрукты, ну так, эпизодически где-то фрукты, то есть, ну не на постоянной основе. То есть, в основном это все, вот один мой знакомый, он говорит, Сань, я убираю вообще все, что сластит. Вот все, что сластит, за исключением каких-то сахарозаменителей, я стараюсь вообще убирать. И сахарозаменители по минимуму. К этому привыкаешь, вот в этом русле живешь, и вроде бы все хорошо. Я к чему все это рассказываю? Очень часто люди, вот когда срываются, люди же срываются не через полгода, да, люди же в основном срываются через, вот вы перешли на правильное питание и срываетесь через там условно там 2-3-5 дней, неделю, месяц. То есть, в тот момент, когда организм еще не перестроился, да, и вот вам хочется, еще все-таки хочется каких-то ваших любимых продуктов, а любимых продуктов нет, и вы думаете, да нафиг мне все это нужно, я буду снова их есть. Но будьте уверены в том, что это пройдет. Еще один момент, да, калорийность рациона. Если вы занижаете калорийность рациона, есть, допустим, вот у вас запланированная сушка, где вы жутко занижаете калорийность, проходите несколько этапов, чтобы вот прям там за несколько месяцев максимум-максимум поджечь. Вот. Но потом вы уходите из этой диеты, загружаетесь снова углеводами и держите нормальную калорийность в идеале без каких-то вот таких вредных продуктов, да, и сладостей. И вот когда у вас организм перестроился, и у вас достаточная калорийность рациона, плюс-минус там в ноль, где-то может быть с маленьким дефицитом, все хорошо. Вопрос другой, когда вы вот начинаете жестко уходить в дефицит, конечно, вам хочется. Вам хочется и макарон, вам хочется и сладкого, и всего остального. Поэтому, конечно, при дефиците, независимо от того, перестроился у вас организм там на какое-то питание или не перестроился, вы все равно будете хотеть что-то есть. Кто-то больше будет хотеть макарон, кто-то больше будет хотеть пряников и так далее. Но мы говорим о калорийности там плюс-минус ноль, вот, где вы потребляете достаточное количество калорий для своего обмена веществ, для обеспечения тех тренировок, да, которые есть в вашей жизни и так далее. И при полном перестроении вы просто забываете о том, что такое вот сладкие какие-то продукты, там, мучные. То есть вам уже, в принципе, это не нужно. И когда вы вот начинаете, вот вы человек, предположим, который собирается сесть на диету, да, ну, диета, есть вот сушка, да, я ее так называю, вообще сушка это профессиональный термин, он по сути-то неприменим, да, вот в нашей любительской практике, он означает вообще другие вещи, да, вот сушка там и дегидрация, да, там, обезвоживание организма, спортсмены готовятся к соревнованиям. Вот как-то он перешел такое в нашу любительскую секту, скажем так, вот эту сушку, да, мы сушкой называем какую-то кратковременную диету. То есть под словом сушка или под словом диета я обычно подразумеваю этап питания, где вы употребляете меньше калорий, значительно меньше калорий, чем вы тратите, да. А под правильным питанием я подразумеваю питание, где вы едите правильные продукты, которые обеспечивают ваш организм полным комплексом белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов при там плюс-минус нулевой калорийности, которая помогает поддерживать один и тот же вес, либо чуть-чуть маленький минус, который на протяжении длительного срока готово может повлиять на качество тела, да, при неизменном весе может улучшиться такая плотность, жесткость, да, чуть-чуть вот жирочек подгореть, такие не экстремальные топсушки, да, где мы там 10 килограммов там за 3 месяца скинули условно, а такая, более такой лайтовый. То есть правильное питание, оно подразумевает достаточную калорийность, да, для осуществления всех биохимических реакций, совокупности, да, которые мы называем обменом веществ. Вот, а под диетой все-таки подразумеваю, когда мы опускаемся по калорийности ниже. Ну и диету я не рекомендую там чаще, ну, двух, может быть, трех там этапов, двух-трех раз в год, да. В основном диета, когда проводится, вот вы, предположим, весите там 120 килограммов, вы хотите скинуть там до 80. И вот вы прошли там первую сушку, да, там скинули, допустим, там 20 килограммов, там несколько месяцев отдохнули, прошли там вторую сушку, скинули там еще там 15 килограммов, потом прошли третью сушку, да, это все в рамках, допустим, там 10-14 месяцев. И вы опустились там примерно там до 80 килограммов. И вот когда у вас такой же нормальный вес, какие-то корректировки можно устраивать, но один там максимум два раза в год опускаться вот на какой-то минимум. Вот, а так в основном это, конечно, правильное питание, которое калорийность держит в нуле, плюс-минус, и позволяет держать высокое качество рациона. Вот, и когда, вернемся к теме нашего ролика, да, когда вы уходите вот от этих сладких продуктов и привыкаете к той пище правильной, да, которая обеспечивает ваш организм всеми необходимыми нутриентами, вам этого и не хочется. И вы должны четко это понять, что это когда-то наступит, что не будет каждый раз, потому что основная проблема людей, которые срываются, это осознание, что вот так будет всегда. Вот на второй день человек лежит перед телевизором, да, и каждая клетка тела говорит, иди съешь торт. И вы понимаете, что это терпеть-то невозможно, но это можно сколько-то потерпеть, но сколько это будет продолжаться, да. Но вы должны уяснить, что это закончится. Вы больше потом не будете хотеть. Нужно просто перестроить свой организм и вывести его немножко на другие рельсы питания. Уж поверьте мне, человеку, который и свое питание перестроил, который и курить бросил, куря больше 20 лет. Это все возможно, это все поправимо. И я сейчас не лежу перед телевизором, мечтая о шоколадном торте. Мне его тупо не хочется, да, потому что, ну как-то вот организм, он уже отвык, да, от такого количества. Хотя бывает, конечно, периоды, как у любого человека, да, как и с случаем прокурения, да, я рассказывал, там, кто-то где-то незаметно там сигарету в рот вставил, да, и ты не понял, как ты снова там начал баловаться этой ерундой. Вот. То же самое часто происходит с вкусняшками. Где-то что-то, как-то там, раз тортик, раз пироженка, и потом незаметно смотришь, да, ты лежишь вечером там перед телевизором, уже ешь какие-то вкусняшки. При этом у тебя не было потребности, ну вот почему-то просто вот захотелось эту вкусовую гамму какую-то ощутить. И все, и потом ты понимаешь, что ты уже веса немножко набрал, и что этот организм снова привык, и ты снова пытаешься от этого отказаться, тебе снова хочется, вот, и снова вот этот вот период какой-то проходит, небольшой, и все. Организм снова это забывает, и снова вы держитесь там в нормальном русле. Ну и самое-то главное, да, что подогревает обычно и мотивирует, не останавливается, это, конечно, результат. Первый результат, он всегда быстрый, и когда смотришь на себя в зеркало, когда смотришь на весы, вес начинает уходить, и вот тот дофамин, который мы получаем, кушая пряники вечером перед телевизором, и тот дофамин, который мы получаем, когда мы достигли какого-то результата, это совершенно принципиально разные уровни, если можно так сказать. То есть те достижения, которые вы получили в результате того, что вы реально терпели, вы реально боролись, вы реально тренировались, это, знаете, какая-то гордость, да, и к вам люди начинают похудеть, у вас там как-то там похудел, что-то там, дай какой-нибудь совет, и это вашу собственную самооценку поднимает, это повышает вашу значимость. Самое главное, у вас в собственной голове, неважно, как оно на самом деле, да, вот, знаете, как качки там, он по пляжу идет, разделся, я-то смотрю, я-то всю эту тему знаю, да, я смотрю на него, он идет, у него вот каждая, вот, не знаю, каждый волосок на его теле говорит, смотрите, какой я важный, я пахал в зале, пять дней в неделю, я там не ел ничего, не пил, и вот он там форму такую сделал, он идет, он просто горд, а людям, ну, по большому счету, по барабану вообще, то есть они лежат там, загорают, но прошел, ну, так на него посмотрели, о, там, красивая фигура, да, все, забыли, дальше там, пьют то, что пили, да, и, ну, как-то им особо-то пофигу, а вот у него в голове, вот он гордится сам за себя, да, и это очень важно, вот в том плане, что ваш мозг, да, вот осознает это тут собственное достижение, эту собственную важность, и зачастую вот это ощущение, да, того, что вы преодолели, вы добились, вы смогли, а еще пару комментариев на ютубе написали, а еще какой-то блогер там ответил, а вы еще на ошибку на какую-то указали, и так далее, и вы вообще, вот эти ощущения, да, они преломляют вообще всякую тягу к каким-то продуктам, скажем так, да, либо к каким-то вещам, которые могут вас отбросить куда-то назад, вот, и это тоже очень важный фактор, то есть нужно вот переключаться, мотивировать, говорят, что вот там качки там, у них там завышенная самооценка, они такие все павлины там, пусть ходят, ну, блин, ну, это с одной стороны хорошо, да, именно вот это позволяет вот тем самым качкам, да, держать такую форму, потому что они вот настолько любят себя, и они гордятся собой, что они смогли это сделать, а они же еще по сторонам смотрят, а в основном-то никто не смог, а они смогли, и они такие, блин, да, вот, к этому нужно с пониманием относиться, и на самом деле вот такой тип психики, да, вот такие вот мысли, они позволяют отчасти, да, придерживаться правильного питания, систематически тренироваться, да, там, дисциплинированно вести себя во всех этих вещах, поэтому вот эта вот самовлюбленность, умеренная, она, это хорошо, главное, чтобы это не распространялось на окружающих, не было никакой гордыни, не было никакого пренебрежительного отношения к людям, которые этого не добились, как вот, знаете, часто тренер всем своим видом показывает клиенту, что клиент никогда таким не станет, знаете, вот он такой вот, тут ходит перец важный, там, особенно на подготовке какой-то к соревнованиям, когда он там на диване лежит, и все, там, не трогайте меня, я самое несчастное существо в мире, вот, а клиент тут пришел, блин, надоедливый, да, нужно что-то с ним тренировать, он тут вообще-то надоел с ними килограммами жира, и он такой вот важный качок тут ходит, да, и всем своим видом показывает, кто здесь главный, и что к нему должны относиться, как к королю. Такое тоже случается, это, конечно, неправильно, поэтому какая-то вот, ну, умеренная любовь к себе, гордыня, если она не распространяется на окружающих, и никоим образом не выставляется в свете короля, она, конечно, должна быть, вот, главное, чтобы все было в меру, да, и чтобы это помогало, лично вам, в достижении ваших целей, в вашем результате, в правильном вашем пути, но никоим образом не затрагивало, какие-то моральные аспекты, да, окружающих, в общем, скажем так. Поэтому, ребят, всем, кто хочет изменить свою жизнь, дерзайте, делайте это, меняйте условно неправильные продукты на условно правильные, да, я думаю, все понимают, о чем я говорю, меняйте свой образ жизни, отвыкайте, и знайте, что самые первые шаги, они всегда самые сложные, их преодолеть всегда сложнее всего, и потом однозначно будет легче, когда вы вольетесь в этот режим, когда вы перестроите свой организм, вы уже будете в этой тусовке, у вас уже будут какие-то результаты, у вас уже будет гордость за то, что вы совершили, и поверьте мне, вот эти вкусняшки, да, которые сейчас для многих являются смыслом жизни, они просто потеряют вообще всякий смысл, и вы будете смотреть на это, ну, и вот, и примерно будете говорить вот так вот, а смысл, вот зачем, получить сейчас кратковременное какое-то удовольствие, ну, и что дальше, то есть, ну, а потом ходить и смотреть там на себя, не в той форме, в которой вы хотели бы быть, там, условно говоря, вот, все меняется, перестраивайте свое мышление, перестраивайте свой тип питания, и я желаю вам в этом больших успехов, подписывайтесь обязательно на канал, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях, на что-то постараюсь ответить, на что-то запишу какие-то отдельные видео, посты напишу, и дам какую-то информацию, возможно, в каком-то другом формате. Всем спасибо за просмотр, а точнее, наверное, за прослушивание. С вами был Александр Добромиль, пока.